Всем привет! Меня зовут Кэт и вы смотрите Puzzle English. Обычно я вам рассказываю, как говорить правильно. Но сегодня мы с вами поговорим о грамматических и лексических ошибках, которые настолько часто встречаются в разговорной речи, что уже стали почти нормой. Вы их точно будете слышать, поэтому давайте по ним пройдемся. Устраивайтесь поудобнее. Поехали! Ошибка номер один связана с конструкциями Напоминаю правило, оно очень простое. The reese используется, если у нас там дальше единственное число, the reese, если дальше множественное. Все просто и понятно. Например, В моей комнате одна собака, there is, если их уже две, то there are. Но все чаще и чаще в речи попадается замена there are на there is, то есть говорят Здесь много людей. Вообще-то надо there are a lot of people, грамматически, чтобы все было верно. Но вот проскальзывает именно так. Или Здесь та же самая история, нужно говорить there are, но вот в разговоре заменяется на there is. Следующая ошибка укавечена в огромном количестве песен Вообще-то грамматически это неверно. Должно быть Например, вот это часто можно услышать То есть в обоих предложениях допускается именно вот эта ошибка, которая, как я уже говорила, очень часто слышно в песнях. Me ставится в начале, все становится в конце, это неверно. Допустимая и часто встречающаяся в разговорной речи ошибка номер три это использование that вместо who, когда мы говорим о людях. Например, Я написала своей сестре, которая живет во Франции. Должно быть Тоже повсеместно, вы можете это видеть. Ошибка номер четыре. Многострадальные lie и lay То есть лежать самому Lie это когда ты сам ложишься А lay это когда ты кладешь что-то То есть после lay должно быть, что именно ты кладешь Например Я сейчас лежу в постели Это правильный вариант, потому что ты сам лежишь, ты выполняешь это действие Но можно услышать то же самое предложение с ошибкой Конечно это грамматически неверно, но даже сами носители эти два слова постоянно путают Наверняка многие сейчас вспомнят эту песню Так вот Вообще-то I feel good это ошибка грамматическая Номер пять И закрепилась она в языке намертво В том числе и потому что и в песнях это есть, и в фильмах, и где угодно По правилам нужно было бы сказать Сейчас объясню почему Смотрите Good это прилагательное, и мы описываем кого-то или что-то Например Тот тортик был прекрасен Well это наречие, которое мы используем с глаголами Чувствовать себя как-то хорошо, например To feel well В речи вы будете слышать и то, и другое Причем чаще Good используется, когда вам хорошо, там эмоционально как-то А well I feel well Чаще используется, когда речь идет о здоровье I'm not feeling well, например, мне не здоровец Ошибка номер шесть Это лишний артикль во фразах Kind of, thought of, type of, variety of Неправильно будет сказать It was kind of a hot day Эй здесь лишнее Ошибка номер семь Использование слова literally Это буквально И используют его направо и налево Literally означает, что что-то действительно произошло Буквально, в прямом смысле Сейчас вот это действительно происходит То есть он буквально вылетел из двери За дверь Но если он, конечно, не Гарри Поттер, который на метле Который действительно в прямом смысле вылетел Тогда да, literally нормально Здесь, естественно, имеется в виду фигурально выражаясь То есть по идее здесь должно быть Он фигурально выражаясь вылетел за дверь Но налево и направо люди вставляют слово literally И вы будете это слышать везде Но это тоже, как я уже сказала, приемлемо в разговорной речи Ошибка номер восемь Тоже больше смысловая И не сразу бросается в глаза Она проупотребление лишних слов То есть когда у вас два слова примерно с одинаковым значением Допустим Близкая близость Близкий, proximity, приближенность Или local residence Local это локальный Residence это те, кто живут в этой местности То есть локальные и местные Ну тут явно одно слово лишнее Mutual cooperation Совместное сотрудничество Сотрудничество это вот так уже совместное действие Или past history Прошлая история История, как мы понимаем Прошлым Не нужно слово прошлое здесь Self-confessed Самопризнанное To confess это и так уже самому признаться Self здесь лишнее True facts Правдивые факты Если это факт Само слово подразумевает Что это какая-то проверенная достоверная информация То есть по идее Правильнее было бы использовать одно из слов И не утяжелять конструкцию предложения Но вы будете слышать Когда используют два Ну и напоследок Моя любимая ошибка Это, конечно, слоган Макдональдса Напоминаю, что есть такое правило в английском языке Которое гласит, что глаголы состояния Нежели действия То есть любить это состояние Бежать это действие Не могут иметь форму продолженного времени Но эта грамматическая ошибка Так прочно вошла в речь Что теперь это норма I'm loving it Это не только слоган I'm loving it Вы говорите, когда вам что-то очень нравится Например Мне нравится твоя новая стрижка Мне очень нравится новый ошейник моей собаки Прям он очень крутой Но когда все-таки мы говорим о любви Как о каком-то постоянном чувстве Все-таки нужно оставить все по правилам То есть Мне нравится ошейник собаки Но я люблю свою собаку Уже без всяких loving Я люблю свою собаку до умопомрачения Это правда Все ошибки, которые мы с вами сегодня обсудили Свободно используются в разговорной речи Да, вы будете их слышать на улице В фильмах Но если вдруг вам нужно написать Какой-то официальный документ Заявление Если вы сдаете экзамен Какой-нибудь IELTS Не дай бог Пожалуйста, избегайте этих ошибок И делайте все по правилам Если вы знаете какие-то ошибки Которые вы слышите в речи И вы знаете, что они не соответствуют тому Что написано в учебнике Пишите в комментариях А также скажите Какая информация сегодня была для вас Новой и удивила вас На сегодня это все Увидимся в следующем выпуске Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok